перед нами готовое платье к празднику изготовленное тоже хочу рассказать как такое платье сделать конечно повозиться надо очень много но результат просто шикарный хочу рассказать вам о некоторых моментах в изготовлении этого платья ну чтоб вы лучше знали как работать с такими тканями и не боялись потому что тут самой страшно смотришь муж боже такие поэтки а стеклярусы вот такие прямо большие каждый стеклярус длинную это представьте что такой тяжелый широкий стеклярус когда мелкие стеклярус там где-то иголка мимо проскочит а когда такой крупный стеклярус конечно он со швов весь спар ровается а потом обратно пришивается и это очень сложно и нужно шить так чтобы иголочка попадала точно между ними и это очень тоже сложно но даже и в этом сложность а в том что такой тяжелый стеклярус и тяжелая пайетка создает тоже свои нюансы, на которые мы должны быть готовы к тому, если мы возьмемся за такое платье. Рассказываю сначала силуэт. Приталенный, достаточно приталенный. Ну да, мы немножко шире, поэтому вот здесь закололи на манекене, чтобы оно как-то на манекене смотрелось. На фигуре оно, конечно, вот тут без закалывания. Вшитый пояс посередине, вот такой вшитый пояс. Представляете, сколько работы, да? Запах, имитация запаха. Пояс пришит насовсем. Вот это пришито насовсем, и вот оно вот здесь вот пришито вручную. И только книзу вот уходит на запах. Такая имитация запаха. Очень большая тяжесть, поэтому нужно вырезать основу нижней части платья, подкладку, и на весу скалывать вот этот вот нижний слой. Сколько бы вы не пытались это сделать на столе, не получится. Не получится, не получится. Потому что вы скололи, поднимаете на вес, опять не получилось. Скололи, поднимаете, опять не получилось. Только на весу. Вот такое уже собранное платье. Отпустить на весу, и на весу начинать скалывать подкладку сверху. Плюс вот эта сеточка по косой, двойная, ее тоже на весу надо прикалывать, вот этот весь участок, чтобы она потом не зафолдила. Вот она сеточка. Никаких обтачек дополнительных нет. Пайетка, сеточка, и сразу начинается подкладка черная. Сеточка доходит, вот росток, видите, когда здесь пуговичка. Воздушная петля, не воздушная петля, руликовая петелька из шифончика тонкого. И вот так обработана сеточка, видите, развезик вот до этих пор, и от этих пор начинается от лопаточек уже молния. Но молния до конца не застегивается. Вот эти все моменты, это, конечно, создают очень большие трудозатраты. Еще хочу вернуться к силуэту. Чуть-чуть-чуть присобранный рукавчик, чуть-чуть-чуть-чуть. Все спарывало, свет этот стекляр в швах, и потом снова соединялся. Вот тут подокатик, немножко такой подокатник поставлен из чего-то жесткого, мы вывернем, посмотрим, для того, чтобы вот он сразу так не падал, потому что тяжесть большая. Понимаю, что тут размоделированная выточка, размоделированная выточка и дает такое вот немножечко тут свободку. На манжете, сейчас модно платье на манжете, мы это уже говорили с вами, я себе тоже сейчас шью на манжете. Смотрите, подкладка, стеклярус и манжет. Две воздушные пуговки, которые сшиты волшебным образом в стеклярус, и две пуговички, две петелечки. Я спросила девочек, почему не сделали вот здесь шелковую подкладку с изнанки, зачем здесь стеклярус? Они говорят, дама так попросила, мы бы так не делали, я бы тоже так не делала. Я бы сделала вот здесь стеклярус, а внутри манжета делайте всегда подкладочку, потому что, ну не знаю, зачем там стеклярус. Только тяжесть лишнюю создает. Все окантовано, конечно, внутри. Еще раз повторяю, имитация запаха, имитация запаха, вшитый, совершенно вшитый пояс, который вот тут входит в замочек, в молнию потайную. Молния потайная, да, лопаточек. Здесь разрезик, пуговичка, сеточка, здесь тоже вот так сходится красиво, манжетик. Вот с лица все рассмотрели. Сейчас я сниму, покажу с изнанки. Конечно, сколько я видела платье в пайетку и крупным стеклярусом у нас и за границей. Я нигде не видела вот такого сложного пошива, что платье в такую пайетку, в такой крупный стеклярус был так сильно перерезан, и много швов, и так далее, и сеточкой отделаны. Все это очень сложно. На самом деле, для этого и существует индивидуальный пошив, чтобы это делать. И мы беремся за очень трудные вещи, которые, ну, кажутся очень трудными, однако ты берешь и делаешь. Перед нами готовое платье. Подробно мы рассмотрели, как оно выглядит снаружи. Хочу показать вам, как оно выглядит снутри. Тяжелое. Смотрите, как выглядит снутри. Все, что отрезали для того, чтобы сшить весь стеклярус, пришивали серебряной ниткой обратно. Работа выполнена, сложнейшая на самом деле. На всех швах, вот там, где удаляли с лица стеклярус и пайетки, потом все пришивали вручную серебряной ниткой. Здесь необходима была серебряная нитка. Нельзя было шить черное, чтобы вот тут черные стежки были. Никак. Вот все попришивают. А посмотрите, какая ручная работа сделана, невероятная. Рукав, смотрите, окат рукава, окантован сеточкой, со шва выбраны все пайетки, весь стеклярус, и сделано вот такой вот подокатник, смотрите, из шелка, и что-то внутри вложено, кусочек фетра, видимо. обратите внимание, это прямо мои девочки сделали ноу-хау. Сеточку, когда вот этот шов вывернули, выметали и укрепляли, пришивали вот этот вот стеклярус и заодно здесь закрепляли подкладку, чтобы не делать двойную работу. Девчонки уже видите, как и пришивали стеклярус серебряной ниткой, прикрепляли подкладку, и все пришлось делать одновременно. Работа проведена просто нереальная. Зато как красиво. Мы недавно показывали детское платье, вот буквально вот на днях детское платье и сумочку, и там поступило несколько отзывов о том, что швы кривые. Ну, я хочу обратиться ко всем, а я ничего не хочу, я хочу, чтобы все сели и прошили. Вот те, кто написал, возьмите вот такое выпуклое кружево, оберните его шелковой беечкой и прошейте хотя бы 10 сантиметров. И посмотрите, как выглядит шов, когда снизу кружево кордовое, а иголка прыгает туда-сюда, туда-сюда по этому кружево. Вот когда вы прошьете, покажете мне, тогда я прямо вот восприму вашу критику. Ну, если там что-то получилось ровно, я не знаю, может, а фетр надо подложить в швы или еще что-то подложить, чтобы она иголка не скакала бы по кружево. Но прежде чем писать, вот я хочу сказать, каждый должен сесть и прошить хотя бы чуть-чуть. А так мы вам показываем готовые изделия. Сейчас праздник, немножко есть что показать. Как бы рады, что мы можем поделиться своими знаниями, какими-то своими новыми изобретениями. Я сама сейчас первый раз увидела вот такой вот подокатничек, раз девочки в платье придумали. Но это шикарно. Мало того, что придумали, еще и всем можем показать. Готовимся к празднику, не боимся никакой работы. Нашу русскую женщину не испугаешь, по-моему, никакой работы. Всего хорошего. С вами были мы, Паук Штарина Михайловна, вся наша команда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова